Всем привет! Змею я здесь, друзья мои. Поставить цветочки. Путешественница. Решили выпить кофейку. Но как у нас проходит праздник? На отношениях в семье нужно работать. До встречи. Всем привет, друзья мои. Сегодняшнее утро начинаем мы с хачапури. Я вчера приготовила, показывала вам тесто из йогурта. Потом научу, как его делать. Очень легко. И решила сегодня моему ашкинчику приготовить вот именно в духовке спечь. Как вы видите, я раскатала два листа тонких. Положила один на противень. Сейчас я здесь раскатала, сверху накрою. И сейчас я сыр, вот так вот масло сливочное. Машкин любит хачапури? Серьезно, хачапури, бени Машкин? Юрджу хачапури. Вот так, чтобы вкусно было. О, о, гюзель, гюзель. Ну, много сейчас жирно, чтобы в попа не склеилась у ашкина и у меня. То говорят, что я уже поправилась. Не знаю я. Поправилась, не поправилась. Так, все. Все, не тормашкаю. Нет, это. Эвен, сонра. Смотрите, ашкин боли. Вот на мою эту. Раскатываю. И сюда буду складывать. Так, друзья, что будет, не знаю. Все делаю с вами вместе. Хачапури. Вместе с вами хачапури. Вот так, непринужденно. Вот так. Ой, лешу, лей, гюзель. Ага. И... Вот так, концы, да? Лукой, лукой. Вот так. Все быстро, быстро. Так, теперь... Теперь что надо делать? Ну, яйцо разбиваем. Берем йогурт. У нас нету йогурта, сюзми йогурт. Не знаю, что будет. Это как сметана, такое сюзми. Луле. И... Мешаем. Чарпиорум, чарпиорум. Более, шоп-шоп-шоп-шоп-шоп. Так не получается. О, блин, серту, серту, драма. Ашкен билю. Помогает Ашкен. Нормальный йогурт дик, его. Чарпиорум, чарпиорус, чарпиорус. Плохо, да? Чарпиорус. Почему? Потому что это уже тисая. Йогурт-то такой уже закончился. Все, я сюда положила. Ладно, друзья мои, тяп-ляп. Так, и все. И сейчас поливаем нашу массу. Вкусную. Хачапури. Раньше тоже мы в Батуми вот так делали в духовке. Оно на газу, это когда не хочешь включать духовку. Быстро-быстро. Но это из теста, йогурта, мацони можно, что у вас есть там. Простокваша, все, которое уже не годится для поедания, все пойдет сюда, на это тесто. Вот так. Чоу, зор тарифи вам, шешкин. Зор тарифи. Говорит трудно, говорит это. Чутко. Ой, артист, шинди. Ачиорус. Открываем. Фарына были ачиорус. Все, мои хорошие, будем ждать конец. А я пошла вешать стирку. Вот такая красивая хачапури у меня вышла. Она желтенькая, камера не показывает. Не видно. Сейчас я вот так смажу маслицем. Она станет мягче. И нужно будет кушать. Правда, желтое-желтое от яичка. Сразу она мягче стала. Красота какая. Друзья мои. Если мы попробуем, будем дегустировать вместе с Сашкой, вам покажу, как все это будет вкусно. Ну все, сейчас порежу и будем завтракать. Дегустирует. Не соли, Джексон. Немножко пережарилась. Ама нормал, değil mi? Да. Немножко пережарилась, да. Я его сделала тонким. Не рассчитала. Когда часто печешь, надо помазать было, говорит, маслом. Хорошо. А здесь я готовлю, буду готовить голубцы. Из такой вот сармы, из виноградных листьев я достала. Еще у меня есть 4 таких больших болгарских. Начиню. Вот такая вот начинка у меня получилась. Тут только мясо, лук, морковка и привычную мяшку к зелени. Такой аромат дает укроп. Я сейчас насыпала бахарат и буду чихать. Ой, простите, как всегда. Вот на меня действуют они. А тут я посмотрела, что у меня тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук. Уже даже не понадобятся эти листья виноградные. Сейчас туда добавлю стакан риса и посмотрю, сколько начинки. А вот что осталось на нашем хачапуле. Тут чуть-чуть в нескольких местах оно не пригорело, а зажарилось. А вот поели. Значит, я ему что порезала столько, он все съел. А я вот кусочек себе отсюда отрезала. Так что вот. Если вам интересно, пишите, я вам сделаю. Как тесто я готовлю с йогурта, с мацони. Вот и я еще раз. Кстати, почему это все я спешу? Делаю все сразу после завтрака. Как обычно же я вечером ужин готовлю. Потому что мы еще идем в гости. Поэтому, думаю, мы пойдем. У нас там дела. Быстро вернемся. Ужин готов. Вы знаете, вчера читала комментарий. И прочитала такой один комментарий, что, Светлана, вы сами провоцируете жену. Вы показываете свои наряды, свои походы в рестораны. Свою жизнь, покупки. Мол, надо быть скромнее. Почему я должна под кого-то постраиваться? Скажите мне, пожалуйста. У меня своя жизнь и то, что это есть. Я ни у кого не уводила мужа. Мы с ним встретились, когда он давно уже развелся. Я вообще не причастна к нему, к его разводу. Моя душа спокойная. И почему я должна постраиваться под нее? И вам нравится, чтобы я все время готовила. Вот сейчас тоже готовлю, готовлю, не заканчивается. Но кроме готовки у женщины должно же что-то быть свое личное, чтобы она развивалась, чтобы был стимул какой-то. А эти кастрюли, когда готовишь, смотрю, ногти мои. Хорошо, что у меня такой лак, да, сделан этот шлак. А то бы уже их не было. И неинтересно это все время кушать, кушать и кушать. Но есть какие-то другие ценности. Хочется пойти погулять. Хочется где-то, чтобы почувствовать себя королевой. Не только же сидеть возле этих кастрюлей. Время было, когда я сидела с этими кастрюлями и показывала эту жизнь. Ну пускай она смотрит на меня, пускай. Я не боюсь ни от нее порчи, никакого глаза. Потому что я сильная, ни один мне не может человек сделать плохо, если он захочет. Потому что я ни перед кем не виновата. Никогда никому плохое не делала, друзья мои. И я не боюсь никого. И не буду подстраиваться под бывших жен. У меня своя жизнь, я должна развивать эти свои отношения, над которыми я работаю каждый день. И для того, чтобы быть счастливым человеком, на старости лет было кому-то мне подать стакан воды. Дети детьми. Вот я каждый день смотрю и думаю, что это хорошо я сделала, что я вышла замуж. Потому что детские проблемы никогда не заканчиваются. Может быть, я виновата в том, что испортила своих детей, приучила их помощи. Но они тоже пытались как-то развиваться. Но из-за декрета, родов, замужества не получалось. Но я, например, ни на кого не надеюсь. Я надеюсь только на себя, поэтому я прорываюсь вперед. Потому что настолько тяжелая ситуация в Грузии, что я не знаю, там можно ли... Вот это не только из моих... Это не только я вижу. Это пишут мне многие мои батумчане. С каждым днем все больше и больше, что кризис, все закрывается и все. Я не знаю, что это произойдет в мире. Но я сейчас работаю для того, чтобы ни от кого не зависеть и заработать себе на пенсию, которую я потеряла в Грузии. Да, 26 лет я проработала медсестрой, но я уехала оттуда ни с чем. Я начала здесь новую жизнь. Я не боюсь даже, если мой муж меня бросит завтра. Я уверена в том, что я себе на кусок хлеба заработаю. Так что, друзья мои, не обижайтесь. Я... Быть скромной я не показываю сейчас себя... Я, например, знаете, как считаю скромное? Что-то личное вот у меня задело. Я... Мне кажется, я скромный человек. И веду себя так, как... Как подобает. Потому что, если бы это было не так, мы, может, бы не был со мной, не жил. Может, раньше я думала по-другому, но я сейчас подстраиваюсь под моего мужа. Потому что он для меня дорог, и его проблемы... У всех бывают проблемы, у меня тоже проблемы, у моей семьи. Так что, это нас... Не охладит между нами отношения, и никто нам ничего не испортит. Мы будем вместе. Вы просто не знаете, в каких ситуациях мы жили с ним. Мы прошли плохое, очень тяжелые дни. Просто, может, когда-то, когда-то я с вами поделюсь об этом. Но мы достойно пережили это тяжелое время. Так что, все. Надеюсь, я ответила на этот комментарий. И вы никогда больше не перейдете и не скажете. И вообще, тему с этой женой хочу закрыть. Все. Если будут какие-то новости, я потом вам сообщу. Как мы собрались на ходу. Еле-еле успела. Вообще опоздала. Не опоздала, не знаю. Ехать-ехать нам далеко, в район Тэджи. Так что, не знаю, мои друзья, когда мы туда прибудем. Наверное, возвратимся. Но так тепло. Лето сегодня очень тепло у нас. Очень тепло у нас на улице. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вот и я, друзья мои, мы пришли от гостей. Как вы догадались, мы были в гостях у Лаки. Вы не представляете, как он меня встретил. Он, наверное, полчаса не мог успокоиться. Так он обрадовался встрече со мной. Наталья с Мариной Анатольевной очень довольной нынешней квартирой своей. Мы сидели на балконе. Они приготовили вкусный ужин. Поужинали с ними. Потом мы выпили чай со сладостями. НДР помог телевизор подключить. Какие мужские мелочи. Автобусы ходят туда часто. Мне, ну, конечно, никого там нету по сравнению с мизители, мизители и смизители. Но квартира очень хорошая. Очень, очень, очень. Сидели на балконе все в таких мальчиках. И не замерзли. Ужин я так и не сделала. Я только приготовила. А зачем делать, когда нас накормили? Я все спрятала в холодильник и завтра продолжу. У меня уже почти готово все. Будем бы никаких таких. Мозг будет отдыхать мой. Спать хочу, умираю. Спасибо вам за просмотры, за ваши подписки. Я смотрю, у меня уже очень хороший показатель. Осталось очень мало. И у меня будет 10 тысяч подписчиков. Делитесь моими видео со своими друзьями, близкими, родными. Ставьте лайки. Больше лайков, лайков. И пишите комментарии. С вами была Светлана Ата. Пока, пока.